Всем привет! Если вы смотрите данный ролик, значит, скорее всего, вас интересует настройка рекламных кампаний в Google Ads. Но с момента нашего последнего обзора на Google Ads, там достаточно сильно изменился интерфейс, добавились новые функции, он в целом стал выглядеть немножко по-другому. Меня зовут Алена Полюхович, и в сегодняшнем ролике я постараюсь максимально внятно и доступно показать, как работать в новом интерфейсе, за что отвечает каждая кнопочка в нем. Итак, начнем мы с вами сначала, вот при попадании в новый интерфейс Google Ads, начнем мы с верхней шапки, с инструментов и настроек. И первое, что у нас раскрывается в данном меню, это планировщик результатов. В него мы, собственно, и перейдем. Что такое планировщик результатов? Это новое поле, которое позволит нам спрогнозировать общие бюджеты на будущий период для наших компаний и составить вообще прогнозы для рекламных кампаний. Но тут нужно сказать важное уточнение, что планировщик результатов доступен только для тех компаний, которые активны, последние 7 дней находятся во включенном режиме, за последние 7 дней у них было как минимум 3 клика и хотя бы 1 конверсия. А также у них должна стоять стратегия назначения ставок цены за клик вручную, или же должна стоять цена за клик, использоваться оптимизированная цена за клик, либо же максимальное количество кликов, или же целевая цена за конверсию. Если только в таком случае вам будет доступен этот инструмент, все, что вам нужно, это нажать на плюсик и выбрать компанию. Можно выбрать сразу несколько компаний, как мы видим, главное, чтобы они имели одинаковые цели, или же один и тот же тип конверсии, или же похожие настройки таргетинга. Ну, допустим, мы выберем с вами компанию, нажимаем продолжить. После этого нам предлагают выбрать период для прогноза. Здесь открывается, например, на следующую неделю, следующий месяц, к примеру, возьмем. И можно выбрать показатели, что мы будем смотреть, клики или же конверсии. К примеру, возьмем клики. И цель можно задавать, можно не обязательно задавать. Точность зависит от времени составления прогноза. Чем ближе оно к дате начала компании, тем точнее будет прогноз. Нажимаем на новый план и переходим вот в такое раскрытое новое меню. Здесь у нас есть также период для прогноза, который мы можем редактировать, компанию, которую можно редактировать, и основные показатели, которые тут тоже можно поменять. И что мы видим? Порисуется нам такой вот график, где пишется, что этот план оптимальный. План считается оптимальным, если он позволяет обеспечить максимальный результат, например, по количеству кликов или же конверсий, за счет правильного распределения средств между компаниями. На данном этапе мы выбрали период прогноза с 1 по 31 мая. И мы видим, что нам построилась такая диаграмма, где показывается, что потратив 24 и 2 тысячи гривен, можно получить приблизительно 981 клик при цене за клик 24 гривна 65 копеек. Если же здесь у нас это самое большое число кликов, или мы можем выбрать самую низкую среднюю ставку за клик. Она составит 24 гривны 67 копеек. Так, влияние сезонности, так как планировщик результатов корректирует расчеты во время праздничного сезонного трафика и учитывает данные о компании с похожим местоположением и целевым рынком, то прогнозы могут не отражать реальных подъемов и спадов трафика для ваших компаний. Здесь вы можете выбрать клики, например, и если вы выберете цель, допустим, также клики, и можете выбрать клики, например, по сравнению с тем же периодом прошлого года или же просто за предыдущий период. Допустим, мы берем за предыдущий год, нажимаем применить. Так, при текущих настройках мы тратим 25 гривен 2 копейки, получаем 996 кликов и наш расход составляет почти 25 тысяч гривен. При запланированных настройках мы потратим 68,9, почти 79 тысяч гривен. Средняя цена за клик составит 53 гривны 56 копеек и клика мы получим 1029. Вот здесь внизу будет выводиться вам разница, то есть вы добавите еще плюс 44,7 тысяч гривен и разница составит плюс 305. Так, едем дальше. Следующим пунктом у нас есть планировщик ключевых слов, который существенно изменился после последней своей версии. Переходим в планировщик ключевых слов и видим, у нас здесь доступны два поля. Найдите новые ключевые слова или же посмотрите количество запросов и прогнозов. Нажимаем найти новые ключевые слова. Итак, у нас есть два варианта. Во-первых, мы можем ввести ключевые слова, какие мы уже там насобрали, придумали себе в голове, да? Или же указать сайт. Но начнем с наших ключевых слов, которые у нас есть. Вставляем. И вот здесь мы можем указать наш сайт, чтобы исключить варианты, которые относятся к товарам и услугам, которые мы не предоставляем. Ну, чтобы для точноты, добавим его тоже. Можно не добавлять, как хотите. И нажимаем показать результат. И вот что мы видим. Вот здесь у нас местоположение. То есть, если вы увидели, что вдруг у вас Украина, а вам нужна Россия, то вы здесь просто нажимаете. И в выпадающем менюшке вы можете выбрать любой город, либо любую страну, которая вам нужна. Также здесь доступно меню для того, чтобы выбрать язык. И, собственно, поисковые партнеры, где вы будете искать только Google или использовать еще также поисковых партнеров. И здесь выбираете период. Например, за последние 12 месяцев, за последние 24 месяца, за прошлый месяц, либо же любой другой диапазон, как вам удобнее. Здесь она предлагает вам расширить поиск, то есть, добавить какие-нибудь другие слова. Можете их добавить, к примеру. Да, кстати, максимальное количество слов 10, поэтому также учтите этот момент. И вот здесь попадает у нас следующее меню, это фильтр. Мы можем исключить, добавить любой фильтр. Например, исключить варианты показа только для взрослых, да. Или сбросить этот фильтр, добавить какой-нибудь другой фильтр. То есть, чтобы показывалось по средней позиции, например. Или же по уровню конкуренции. Или же исключить ключевые слова из плана. В общем, доступен фильтр, что удобно. И вот здесь указаны нами ключевые слова. Перечисляются ниже, перечисляются варианты ключевых слов, которые нам доступны. Вот здесь рисуется график. Это среднее число запросов в месяц. То есть, допустим, слово SEO-фирма по Украине. Такой запрос запрашивают 10 раз. Уровень конкуренции у него низкий. И статус аккаунта пишется, допущен он у вас в аккаунте или нет. Допустим, SEO-компания. Количество запросов с учетом варианта SEO-компания составляет 110 запросов. Вот здесь даже можно вывести график. То есть, посмотреть в апреле, например, 2019 года количество запросов составляло 70. Например, в марте 140 запросов. Конкуренция она нам также предлагает низкую. Ставка для показа вверху минимальная предлагает 10 гривен 13 копеек. И ставка для показа вверху страницы максимальная. Это 59 гривен 41 копейка. Ниже идут варианты ключевых слов, которые она подобрала. И вот здесь точно так же. Вот здесь куча всяких этих слов. Вы смотрите по числу запросов в месяц, по уровню конкуренции, по минимальной ставке для показа вверху страницы и максимальной. И смотрите также, есть у вас это ключевое слово в компании или же нет. Можно посмотреть сгруппированные варианты. То есть, здесь уже... Так, это недоступно для сайтов, поэтому вам нужно убрать свой сайт и оставить всего лишь ключи. И тогда группы будут распределены, уже сгруппированы между собой ключи по релевантности. Вот здесь 10 слов, например, сайт цена, продвижение сайта. Кстати, если вы потянете немного вбок, оно вам раскроется. То есть, здесь собраны все слова, связанные с сайтом и ценой. 10 штук. Здесь сайт и Яндекс. Можно вот так развернуть. И точно так же все столбцы остались точно такими же. Вы можете их все выделить. Выделить либо же те, которые вам конкретно нужны. Можете запланировать их или же добавить в существующую компанию. Здесь вы можете выбрать тип соответствия, например, если вы хотите все эти ключи только в точном соответствии, и нажать добавить ключевые слова. Либо же добавить эти ключевые слова в качестве минус-слов, если вы считаете, что они вам как раз-таки не нужны. После этого можно посмотреть также обзор плана. Так, добавить в план варианты ключевых слов. Они у нас есть. Вот здесь, кстати, в правой кнопке мыши вы можете скачать варианты ключевых слов, то есть, если вам это нужно. И вот здесь можете также настроить столбцы, какие вы хотите видеть. Например, у нас выбрано среднее число запросов в месяц, уровень конкуренции, процент полученных показов объявления, ставка и так далее. Можно выбрать, например, среднюю позицию добавить или же там процент полученных показов обычный, конкуренция. Сохранить набор этот, если вы им будете пользоваться или же нет. И, допустим, выбрать применить, и тогда вам будет показываться еще вот эти дополнительные столбцы, если вам это нужно. Так, переходим в дальше. Вот здесь ключевые слова, это то же самое, что когда мы делали до этого были прогнозы. Вы выбираете ключевые, например, группу объявлений. Создаете, например, тест. Он немного долго грузится, правда. Вводите ключевые слова, те же самые. Нажимаете сохранить. Оно добавляет вам. И вот вы здесь видите прогноз, то есть, допустим, что вы можете получить 49 конверсий за 1000 гривен. При максимальной цене за клик 7 гривен 53 копейки. Коэффициент конверсии оно посчитало нам 9,74%, а ценность конверсии 8 гривен 34 копейки. Мы видим, что средняя цена за конверсию составит где-то приблизительно 23 гривны. Ценность конверсии выйдет нам в 410 гривен. Рентабельность инвестиций в рекламу выльется в 36 копеек. Мы получим приблизительно 510 кликов и 6000 показов. Дневной бюджет рекомендуется 45 гривен. Сетяр будет 8,4. Средняя цена за клик 2 гривны 29 копеек. А средняя позиция составит 1,7. Вот здесь внизу все эти ключи, которые мы добавили, будут перечисляться. И мы увидим максимальную цену за клик, клики, показы. Например, на заказ продвижения сайта может быть 160 показов. 12 кликов и CTR составит 7,7%. А стоимость обойдется в 52 гривны 43 копейки. А средняя цена за клик выльется нам в 4 гривны 27 копеек. Мы можем посмотреть минус слова также, если нам это необходимо, точнее добавить минус слова. Или же посмотреть прежние показатели, какие были. Если эти слова, конечно, у нас работают или же были в аккаунте. И также мы можем скачать этот файл, например, или добавить его, удалить этот план, скопировать план. Или же создать целую компанию с рекомендованным сразу бюджетом. Либо же задать собственный бюджет, если нам это нужно. В местоположениях мы увидим Украину. Потому что мы ее, собственно, и задавали в самом начале. Вот здесь она. И мы увидим приблизительно то же самое показатели. Показы, клики, стоимость. Если нам нужно не Украина, а что-то другое, то вот здесь это все меняется. Посмотрите прогнозы, количество запросов и прогнозов. Это то же самое меню, как вы можете видеть, которое у нас было, когда мы выбирали первый пункт. Ну, допустим, я просто покажу вам, что мы попадаем туда же. Нажимаем начать. И видите, мы попадаем в эти же самые прогнозы, которые у нас и были. То есть ключевые слова, вот здесь эти прогнозы, то же самое. Ну, просто если вам нужны исключительно только прогнозы, если вам не нужны варианты ключевых слов, то вы можете просто выбирать сразу же этот пункт. А менюшка та же самая. И вот с левой стороны можно даже перейти в варианты ключевых слов. Ну, естественно, у нас пока их нет, потому что мы это поле и не использовали. Ну, а теперь мы попробуем не использовать ключевые слова, которые мы заранее продумали, а попробуем использовать только сайт. Для этого мы возвращаемся в то же меню. Выбираем «Найдите новые ключевые слова». Но теперь мы выбираем не вот это вот поле «Вести свои варианты ключевых слов», а поле справа «Указать сайт». И указываем наш сайт. Так, указываем сайт. И мы можем, здесь дается нам на выбор. Мы можем использовать весь сайт, либо же использовать только конкретную страницу. То есть, если вам нужна только там одна какая-то услуга, там, не знаю, продажа именно шестого айфона, к примеру, да, то вы ведете конкретно только на эту страницу. Если же вам нужно собирать ключи по всему сайту, по всем айфонам, которые вы продаете, включая чехлы, например, которые вы на него продаете, то вы используете весь сайт. И вы выбираете «Показать результаты». И дальше вам откроется точно такое же меню, которое мы уже с вами рассмотрели. Вот здесь варианты ключевых слов, среднее число запросов в месяц, уровень конкуренции. Ну, то есть, все-все то же самое. Просто варианты ключевых слов вам нашлись исключительно, исходя из вашего сайта. Что, кстати, очень удобно, если вы не хотите запариваться по поводу того, продумывать какие-то ключевые слова, комбинацию, что-то там искать, прописывать, то вы можете просто вставить страничку своего сайта, и вам вот так вот быстро и легко найдутся релевантные ключи, сразу с уровнем конкуренции, сразу же со средним числом запросов в месяц, и вы их спокойно уже можете добавлять, скачивать и делать с ними все, что нужно. Так, ну и мы с вами двигаемся дальше. Следующий пункт – это планировщик охвата. И я сразу вам скажу, что для того, чтобы подключить планировщик охвата, вам потребуется связаться с техподдержкой Google Ads, для того, чтобы с вами связался специалист Google Ads и помог его подключить. по-другому, вы не сможете его подключить, и мы сами его себе не подключали. Но планировщик охвата нужен в основном для тех клиентов, которые работают с YouTube и хотят знать, как можно максимально выгоднее, лучше скомбинировать рекламу, видеорекламу, чтобы достигнуть нужных результатов. Вот здесь можно почитать подробнее о планировщике ключевых слов, то есть вы выбираете аудиторию своих клиентов, которые вам нужны, и планировщик подскажет вам, как их наиболее эффективным методом охватить. Он поможет вам принять правильную комбинацию видеорекламы на основании ваших целей и вашего бюджета. И также вы сможете отследить охваченную вами аудиторию, сколько вы охватили в процентах, и сможете быстро вносить изменения в существующую компанию. Так, этот пункт был очень простым и быстрым, и двигаемся дальше. Следующее, это предварительный просмотр и диагностика объявлений. Для того, чтобы это сработало, предупреждаю сразу, у вас должны быть активные компании, они должны быть включены, и у вас должны быть деньги на счету. Если у вас нет денег на счету, либо же компании выключены, то как бы вам не покажется статус вашего объявления, показывается оно или нет, потому что это происходит как бы в режиме онлайн. Переходя сюда, мы вбиваем вот в это поле наше слово, наш ключ. Ну, например, я вбила SEO Quick, самое простое. Выбираем язык и выбираем устройство. То есть это может быть мобильное устройство, либо же компьютер, либо же планшет, то, как мы хотим посмотреть. Собственно, местоположение, страну или город выбираем. И аудиторию можем выбрать. Мы можем выбрать там посетителей сайта, например, или же пользователю YouTube. Ну, то есть любую вариант, который вам подходит. Если объявление показывается, вот такая вот зелененькая галочка будет с надписью «Объявление показывается». Прокрутив вниз, мы можем видеть, как он показывается на смартфонах. То есть вот здесь такой тип смартфончика, и мы можем увидеть, как он показывается. Вот мы видим полностью наше объявление, вот здесь наши дополнительные ссылки и номер телефона. И даже видим, что мы показываемся сейчас на первом месте, а, например, вот уже за нами там идут какие-то другие, другое объявление. И дальше идет даже наш сайт. Вот. Если мы хотим посмотреть не мобильное устройство, например, я хочу компьютер. Точно так же мы видим, что наше объявление показывается, и можем посмотреть, каким образом оно показывается. с дополнительными ссылками. Все как положено. А если мы хотим, например, не знаю, сейчас выберу «Одесса». так, 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 так. Пишем «Одесса». Вот точно так же. Показывается, но, допустим, по этому ключевому слову, например, в «Одессе» мы занимаем второе место. Нужно будет, кстати, это поправить. А в «Харькове» мы занимали первое место. И вот тут здесь у нас выглядит это все вот так вот, немножечко иначе. И вот здесь, если у вас есть какие-то проблемы, например, как в нашем случае, то мы видим, что пишется, что некоторые из ваших расширений, а конкретно два, не показываются. Это вот в таком вот треугольничке с сосредоточительным знаком. И мы можем посмотреть подробности, нажав. Так, оно показывает нам, что уточнение. Наше расширение было одобрено, но для показа было выбрано другое расширение с более высоко ожидаемой эффективностью. И структурированное описание также было выбрано другое. Если мы нажмем «Подробнее», например, то нам откроется просто с правой стороны справка Google, которая, скорее всего, просто будет говорить нам, что такое уточнение, в каких случаях оно показывается и как сделать нашу рекламу вообще эффективнее. Так что очень удобный инструмент, кстати, обязательно им воспользуйтесь для того, чтобы посмотреть, показывается ваше объявление или нет, и как оно показывается на компьютерах, на мобильных устройствах, на планшетах и для любой аудитории. Очень полезный. Ну а теперь переходим к следующему блоку. Следующий блок называется «Общая библиотека». И начинается он у нас с менеджера аудитории. Менеджер аудитории позволит нам как создавать свои собственные новые списки ремаркетинга, так и смотреть статистику и источники аудитории. Открывается нам поле. Начнем мы с вами, как обычно, сначала. Первое поле – это ремаркетинг. Списки аудитории. Здесь мы можем посмотреть все списки аудитории, которые у нас уже существуют и используются. Те списки, которые используются, мы можем посмотреть размер поисковой сети. Он содержит сведения о том, скольким пользователям из списка ремаркетинга можно показывать рекламу в указанной сети. Также размер YouTube аудитории, который показывает, собственно, скольким пользователям можно показывать рекламу в YouTube. Размер KMS и размер компании для Gmail. Например, по всем пользователям, посетителям нашего сайта, размер для поиска составляет 51 тысячу, для YouTube также 51 тысяча, для KMS 53 тысячи, а для компаний в Gmail всего лишь 11 тысяч. И в ниже здесь будет поле тех аудиторий, которые у нас не используются, например, по каким-либо причинам. Просто не используются, либо же потому что, например, вот у нас есть какая-то аудитория, которая отключена, потому что не соответствует правилам, не соответствуют условиям. Итак, если же мы хотим создать или добавить список ремаркетинга, мы нажимаем на плюс и видим, что мы тут можем выбрать. Мы можем выбрать посетителей нашего сайта, которые посещали наш сайт, или же конкретные целевые страницы. Здесь мы называем аудиторию, например, тест посетителей сайта. Участники списка, которые посетили страницы, или посетители заданной и еще одной страницы, либо же определенной страницы, которые не были на другой странице, посетители страницы в определенный период, посетители страниц с определенными тегами, то есть вариантов массы. Ну, допустим, берем просто посетители страницы. Она должна соответствовать либо же всем группам правил, либо же одной из групп правил. Допустим, мы можем выбрать URL-страницы, которая содержит наш сайт, к примеру. Мы можем добавить и или же или. Что значит и или же или? Или, допустим, который и URL-страницы, и допустим, так, равно, например, какой-то странице услуги. То есть в таком случае она должна будет соответствовать обоим условиям. То есть и содержать страницу URL, и содержать страницу услуг. Или же это, например, или то, или то условие. С правой стороны будет размер списка аудитории. Настройки предварительного. Здесь вы можете выбрать, например, начать либо с того списка, либо же, которые соответствовали данным правилам за последние 30 дней. Срок участия. Здесь выбираете количество дней, за сколько дней пользователь добавляется в эту аудиторию. То есть это период с момента взаимодействия с вашей компанией, в течение которого пользователь находится в списке ремаркетинга. Максимальный срок участия составляет 540 дней. Вы можете задать там 30 дней, 90 дней, 190 дней. Можете добавить описание, если вам это необходимо. Если не нужно, то и не нужно. Следующее. У нас есть пользователи приложения. Но это подойдет тем, у кого есть мобильное приложение, и вам нужны пользователи, которые его скачали. Следующий пункт, это пользователи YouTube. Пользователи YouTube, которые как так или иначе взаимодействовали с вашим каналом. Например, так, тест YouTube. Вы можете выбрать участники списка, что нам здесь доступно. Которые просмотрели какое-либо любое видео на вашем канале. Или же просмотрели определенные видео. Или же просмотрели любое видео с канала в качестве рекламы. Или же просмотрели конкретные рекламные видео. Также вы можете сделать подписчиков. Либо же перешли на страницу вашего канала. Лайкнули ваше видео. Добавили в плейлист. Либо же порекомендовали друзьям какое-либо видео с канала. Здесь вы выбираете свой YouTube канал. Ну вот, например, у нас два доступных. SEO Quick и SEO Tools TV. Выбирайте вам нужный. Выбирайте точно так же здесь. Либо с пустого списка, либо 30 дней. Срок участия, например, выбирайте тоже 30 дней. Максимально 540. И нажимаете создать. Ну и, кстати, конечно, очень важно, чтобы ваш YouTube канал был связан с аккаунтом AdWords. Но до этого мы еще с вами дойдем. Пользователь YouTube понятно. И список клиентов. То есть, если вы создавали какой-то список клиентов, то тогда у вас они должны быть, должны быть их электронные адреса. У нас, например, их нет. Если у вас есть, то можете его также использовать. Ну и своя комбинация. Это список, созданный на основе существующих списков ремаркетинга. Вы можете выбрать аудитории, которые вам необходимо объединить в одну. Например, вы хотите все пользователи вашего сайта, которые являются вашими подписчиками. И, например, которые порекомендовали, например, любое ваше видео. То есть, либо же все пользователи, которые порекомендовали ваше видео, либо же подписчики, которые порекомендовали ваше видео. К примеру, вот такую аудиторию сделать. Ну и, естественно, вы делаете свою, как вам нравится, какие вам условия нужны. Вы просто можете задавать любые там условия. Собственные аудитории. Вы можете создавать здесь свои собственные аудитории по намерениям или же по интересам. Так, особые интересы. Вы можете точно так же описать их или нет. Называйте аудиторию, как хотите. И вы можете по интересам, это вы, например, выбираете интересы, которые вы думаете, что ваши потенциальные клиенты, они интересуются. Например, интересуются просто женскими сумками, к примеру. И вы перечисляете, там, женские сумки. Здесь можете получить оценку с правой стороны. Чтобы получить оценку, вы можете вот здесь развернуть поле, выбрать страны, которые вам нужны. И, допустим, Украина. Выбрать язык, на котором говорят. Так, русский. И выбираете тип компании, что это, КМС или же видео. Например, КМС. Нажимаем обновить. Итак, мы видим, что по интересам женские сумки у нас от 100 миллионов до 500 миллионов. Наиболее популярные темы веб-сайтов это аксессуары для одежды, сама одежда и женские сумки. И здесь можно посмотреть даже демографию. То есть мы можем увидеть, что это по полу, это больше всего женщины. Возраст у нас 25-34 где-то и 35-44. Вот наиболее такие две категории возраста. Наличие детей в основном с детьми. Ну, в принципе, без детей не особо много у них разница. И вот можете создать такую аудиторию, например. Или же я хочу по URL. То есть то, что посещали мои клиенты, например. Опять же возьмем наш сайт. Так. И смотрим. Обновляем. И посмотрим, какие у нас тут будут расчеты. Также, так, размер у нас тоже. Вот здесь уже тоже где-то от 100 миллионов до 500 миллионов при тех же настройках. То есть Украина, русский, контекстно-медийная сеть. 25-34 наш возраст. И больше уже здесь пол мужчин, чем женщин. И без детей. Помимо URL мы можем выбрать место. То есть места, это где могут проводить время ваши потенциальные клиенты. Будь то кафе, рестораны, супермаркеты. Но обратите внимание, что ваши объявления могут показываться не только пользователям, которые находятся в заведениях, выбранные вами категории. Так, допустим, я удалю сайт и напишу, например, допустим, спортзал. Так, мне предлагают, что у нас здесь? Спортивные залы и фитнес-центры, к примеру. Оценки, вот, к сожалению, пока недоступны для мест и мобильных приложений. Так что, вот, по местам мы можем создать аудиторию, но оценку мы не получим, даже приблизительную, к сожалению. Ну и с приложением тоже самое. Оценку мы, к сожалению, не получим, так как она пока недоступна. Но по приложению вы можете просто здесь добавить название приложения, которыми пользуется подходящая вам аудитория. Но стоит обратить также внимание, что ваши объявления могут не показываться в выбранных приложениях. Так, ну, допустим, в Google карте она предлагает нам написать. Ну, я думаю, с этим все понятно. Это, что касается по интересам, по намерениям. Это аудитория, которая включает пользователей, которые активно ищут информацию о ваших товарах или услугах. Точно так же называйте аудиторию, чтобы вам было просто и понятно. Выбирайте ключевые слова заинтересованных покупателей, либо же поисковые запросы Google. То есть, что конкретно они спрашивают. Вводим ключевые слова, которые связаны... Так, это мы удаляем. Вводим ключевые слова, связанные с нашими товарами и услугами, которые интересуют аудиторию. Например, реклама в сети, к примеру. И здесь, с правой стороны, точно так же, во-первых, оно предлагает нам ключевые слова, которые релевантны нашему сбитому ключевому слову реклама в сети. Мы можем их добавить. Например, реклама сайта в сети, реклама в сети интернет, разработка сайта, либо же добавить все. И можем посмотреть размер аудитории. Здесь точно так же мы выбираем страну, которая нас интересует. Украина. И выбираем язык. Вот так, случайно. И выбираем нужный нам язык. Допустим, русский. Также выбираем тип компании. Контекстная медийная сеть это или же видео. Нажимаем обновить. И смотрим, какие результаты. Для такой аудитории оно предлагает нам от 5 миллионов до 10 миллионов людей. С демографией по возрасту больше всего мужчин, возрастом от 25 до 34 и без детей. Так, поисковые запросы Google. Чтобы точно нам охватить целевую аудиторию, мы правильно выбираем также ключевые слова. Так, допустим, мы берем продвижение сайта Украина. И здесь мы уже конкретно создаем ту аудиторию, которая непосредственно вводит данные, ключевые поисковые запросы. Так, в этом поле мы еще можем посмотреть статистику по аудитории. Мы выбираем здесь нужную нам аудиторию. Например, я хочу все пользователи. И контрольный показатель для сравнения. Например, я здесь могу выбрать контекстную медийную сеть или конкретную страну. Допустим, Украина. И смотрим, что оно нам предлагает. Загружается долго. Так, оно нам говорит о всех пользователях и сравнивает конкретно с Украиной. То есть серенькая это Украина, а синенькая это все пользователи. Итак, все пользователи нашего сайта. 53% составляет мужчин, а мужчин из Украины 41%. В то время всех женщин, все посетители нашего сайта это 38% женщин, но из Украины их составляет аж 45%. Возраст 25-34 года составляет по всем пользователям. И конкретно в Украине этот показатель равняется 23%. Точно так же по наличии детей можем посмотреть. Без детей 58% пользователей, всех пользователей нашего сайта. Из Украины конкретно без детей 52% пользователя. Можно посмотреть также адреса. Из Украины у нас 58,7%. Дальше идет Россия 19,6%. Следом за ней Беларусь 3,8%. Так, здесь можно выбрать, например, разбивку по городам. Больше всего у нас посетителей сайта из Киева. Следом идет Харьков и потом Днепро. Устройства. Также можно посмотреть по устройствам, как к вам чаще всего заходят. То есть по используемым устройствам. У нас чаще всего это компьютеры 62,5% всех пользователей. Из Украины компьютеры составляют 24,2%. В то время как через телефон из Украины составляет 66,6% пользователей. А все пользователи, это 30 почти процентов, заходят через телефон. Так, и что мы еще можем тут посмотреть ниже? Мы можем посмотреть аудитории заинтересованных покупателей. То есть пользователи из этого списка ремаркетинга чаще всего относятся к каким аудиториям. У нас здесь на первом месте это регистрация доменов, то есть деловые услуги, регистрация доменов. Так, что 10,2 индекс. Это означает, что вероятность того, что все пользователи из списка, все пользователи интересуются категорией регистрации доменов в 10,2 раза выше, чем для остальных. То есть это составляет 24,4% всех наших пользователей и 2,4% из Украины. Размер такой аудитории от 3 миллионов до 3,5 миллионов. И в нашу компанию он пока не добавлен. Аудитории по интересам. На первом месте, допустим, это читатели бизнес-новостей. 48,1% всех пользователей в 2,2 раза выше, чем остальные интересы составляет. И это составляет 22% пользователей именно из Украины. И размер такой аудитории варьируется от 30 до 35 миллионов. Так, что вот обязательно используйте статистику по аудиториям, потому что это вам может дать, например, какие-либо идеи для того, как использовать какую аудиторию. Например, возможно, стоит повысить корректировку ставок на какую-то аудиторию, которая больше всего. Или же, допустим, если у вас, например, как у нас эта аудитория не добавлена, то, например, есть ли возможно смысл добавить данную группу аудитории в конкретную группу, если мне кажется, что она интересна. И следующий пункт, это источник аудитории, то есть откуда мы берем вообще наши данные, показатели для аудитории, на основании чего мы их создаем. Здесь это Google Аналитика, например, у нас, мы ее используем в четырех списках аудитории. И YouTube, также вы можете выбрать, например, тег Google рекламы, если он не настроен, то вот здесь сразу же его настроить. Google Play, например, если вы используете какие-то мобильные приложения. Ну и вы можете изменить источник, например, или нажать на подробности, например, на ту же Google Аналитику. И посмотреть, что за последние 24 часа было 1082 обращения на сайт, на аудиторию. Активные используемые списки, ну то есть использованы в четырех списках у нас. Вот здесь можно прям сразу перейти в эти списки. 108 тысяч раз обратились. И вот здесь есть целая кривая, диаграмма, можно посмотреть, когда был именно пик обращений, к примеру. Так что тоже очень удобная функция, обязательно ее используйте, если вы до этого еще ее не использовали. Так, движемся дальше. Стратегия назначения ставок. Пакетные стратегии, то есть вы можете здесь создавать автоматические ставки для сразу нескольких компаний. И какие у нас здесь есть на выбор. Целевая цена за конверсию. Кому она подходит? Она подходит тем людям, которые конкретно знают, какую цену они готовы платить за конверсию. То есть, к примеру, если ваша цель это регистрация на сайте. У вас там 2500 клиентов, да. Из них 10 клиентов сделали регистрацию. Из этих 10 зарегистрировавшихся у вас всего лишь один человек стал клиентом, который что-то там купил, к примеру. И вы понимаете, что, например, цена меньше, чем 200 гривен, это оптимальный вариант, который вы готовы платить за конверсию. Если вы можете произвести такие подсчеты, расчеты, то вам однозначно подходит именно целевая цена за конверсию. Следующее это целевая рентабельность инвестиций в рекламу. Тут система будет стараться понизить или выключить те ключевые слова, которые потенциально превысят расход на них, точнее, превысят максимального количества кликов в рамках заданного вами бюджета. Здесь все просто, как бы, по этой стратегии система будет стараться, чтобы вы получили максимум кликов по заданному ключу, естественно, в рамках бюджета, не выходя за его пределы. Максимум конверсий будет видоизменять цену за клик таким образом, чтобы это приносило вам максимум конверсий именно не по ценности, а по количеству. Максимальная ценность конверсий. Допустим, вы огромный интернет-магазин, и ваша торговля зависит от соотношения цены товара к затратам, которые вы на него производите. И вам важно знать именно саму стоимость конверсии и не поштучно. Вам тут важны не сколько поштучные конверсии, сколько вот каждая конверсия, сколько она стоит. Допустим, вы продаете как айфон, так и чехол на айфон. По факту, если пользователь кликнет купить чехол, он как бы совершил конверсию. Если он кликнет купить айфон, он тоже совершил конверсию. То есть в вашем случае вы получили две конверсии. Ну вот только, например, на покупку айфона вы готовы на эту компанию, на эти клики, ключи тратить больше денег. А, например, на чехол не готовы, вы готовы тратить гораздо меньше. То есть таким образом система будет стараться распределить более равномерно стоимость клика для того, чтобы вы получили именно максимально выгодную конверсию. Стоит такую компанию применять, например, протестировать на ограниченный период времени. И стоит ее применять для тех компаний, где стоимость вообще конверсии, она очень высокая. Вот тогда вот действительно есть смысл это применить. Ну и последнее это целевой процент полученных показов. Тут ставки будут назначаться автоматически так, чтобы максимально повысить ваши шансы на показ вашего объявления в выбранной вами области страницы с результатами поиска. Конечно, лучше всего выбирать это в самом верху показывать, это то, к чему мы все стремимся. И вы там выбираете уже максимальную стоимость ставки, которую вы готовы за это заплатить. И, например, вы хотите в 80% случаев показываться в самом верху при ставке не более 5 гривен за клик. Вы вот тогда задаете эти параметры. И это подходит стратегии, она в принципе уникальна. Она подходит практически под все виды товара, под все виды услуг, почти для всего вида бизнеса, для всех компаний, поисковых я имею в виду, конечно же. Ну и подытожим, что если вы интернет-магазин, то вам подойдет максимальная ценность конверсий и целевая рентабельность инвестиций в рекламу. Для крупных интернет-магазинов я советую выбирать конкретно две эти пакетные стратегии назначения ставок. Ну и чтобы добавить, то вы просто, например, выбираете целевой процент, к примеру, полученных показов. Можете назвать ее, чтобы вы понимали, что это за компания. Выбираете здесь компании, к примеру, в которой хотите показываться. Нажимаете готово. Вот вы, например, конкретно в этой пакетной стратегии назначения целевой процент, вот то, о чем я говорила, вы выбираете, например, в любой позиции на странице результатов поиска, или вверху страницы результатов поиска, или в самой верхней позиции на странице результатов поиска. То есть процент. Как часто ваши объявления должны показываться в выбранной вами области, например, в 80 случаях из 100, и, например, там 5 гривен, да, и нажимаете сохранить, все автоматом применится. Так, и расширенные инструменты. Очень важный, очень интересный пункт, это сезонные корректировки. Вы можете ее создать, и он поможет вам рассчитать, показать, запланировать оптимизацию ваших савок для ваших компаний во время, например, распродажи или каких-то праздников, например, новогодних, к примеру. И что нам нужно сделать? Создать сезонную корректировку. Мы выбираем, например, только поисковую кампанию, допустим. Выбираем начало, допустим, там 1 сентября, к примеру, да. Время выбираем, там 7 утра. Время окончания. Так, выбирали сентябрь, допустим, 3 сентября, да. И тоже там время выбираем. Описание это для вас, вы там можете просто описать, например, 1 сентября для школьников. Так, 1 сентября. Называйте просто, чтобы вам было понятно, что это за корректировка. Так, либо вы выбираете отдельные компании, например. Вы можете выбрать отдельные конкретно компании списка, либо же вы выбираете тип компании. Допустим, только поисковые компании, к примеру. И вот здесь вы ставите корректировку коэффициенту. То есть в эти дни, например, я продаю, не знаю, цветы, да, в школу. И я, например, хочу с 1 сентября по 3 сентября в эти дни увеличить ставку на поисковые компании. Либо же на конкретные компании, которые я выбрала. Либо для всех устройств, либо для, там, показа только на компьютере. Увеличить, там, например, на 50%. То есть, например, расчетный коэффициент конверсии изменится с 5% на 7,5%. Очень удобная штука, реально, если ваш тип бизнеса зависит от каких-то праздников или же сезонов. Или же, там, например, вы продаете купальники, да. Их чаще всего будут покупать, к примеру, ближе уже к лету, к сезону отпусков. И вы такие берете, заходите сюда, выбираете дату начала, дата и окончания, выбираете тип компании или же конкретную компанию. И, соответственно, увеличиваете, например, ставку именно в этот период. Или же, наоборот, уменьшаете ставку, потому что, знаете, что в какой-то, там, период времени у вас, там, хуже всего идет торговля. И вам не особо-то это и выгодно. Так что, вот этим сезонной корректировкой я советую, прям, настоятельно рекомендую пользоваться. Не забывайте об этом. Реально очень удобная штука. Ну что ж, с этим разобрались и идем дальше. Дальше у нас списки минус-слов. Это такая библиотека списка минус-слов, где вы можете сразу же создавать таким пакетом специальным конкретные минус-слова, которые можете добавлять в конкретные компании. Есть возможность, конечно, добавлять минус-слова отдельно для групп объявлений в другом меню на самом главном. Но если у вас, например, огромный список минус-слов, вы хотите его применить конкретно ко всей целой компании, конечно, гораздо удобнее зайти сюда. Здесь вы, например, нажимаете на плюсик, называете там, как называется ваш список минус-слов, чтобы вы понимали, например, там, для компании такой-то, да. И добавляете сюда минус-слова, к примеру, любые. Вставляете, нажимаете сохранить, дальше нажимаете галочку, вы можете либо удалить ее, если вдруг вы ошиблись, или вам вдруг не нужен больше этот список, либо же применяете компания. И вот тут вам показываются все ваши компании, которые существуют. Вы ставите галочку напротив нужной и нажимаете применить. Очень просто, очень быстро делается, так что используйте. Так, двигаемся дальше с вами. Дальше у нас общие бюджеты. То есть, если вы хотите на две компании, к примеру, да, скажем, задать общий бюджет, там, например, 300 гривен, и все это на две компании сразу, то вам, конечно, именно сюда. Здесь вы нажимаете на плюсик, называете бюджет, задаете среднюю сумму расходов и добавляете в нужные вам компании. То есть, например, у нас есть там компания «Другие видео», и на нее мы там тратим 200 гривен в день, и туда у нас входит 25 компаний. Ну и плюс ко всему, вы вот здесь выбираете диапазон, там, например, за все время, к примеру, да, и можете посмотреть, сколько было по каждому бюджету показов, кликов, какой CTR, сколько составила средняя цена за клик, и, в общем, подбить стоимость. Если у вас есть уже, конечно, эти бюджеты, они уже используются в какое-то время. Так что, тоже полезная штука. Дальше, группа местоположений. Если у вас несколько адресов, допустим, у вас магазин, они находятся в разных точках по разным адресам, вы можете создать группу адресов, выбрать из доступных вам адресов, сколько вам там подходит, сколько вам нужны, например, да, сохранить, и потом вы уже сможете при настройке компании в местоположении использовать эту конкретную группу адресов. Следующий пункт это список исключенных мест размещения, то есть конкретно мы задаем здесь те места размещения, которые нам вообще никак не нужны, мы категорически против того, чтобы мы там показывались. Здесь мы можем добавлять как для YouTube площадок, так и в целом просто какие-то каналы, то есть я могу создать целый список или же загрузить его, если он у меня есть, я его называю. И я здесь могу выбрать конкретные каналы YouTube, то есть я указываю несколько мест размещений, и вот конкретные каналы, на которых я не хочу показываться, я вот их добавляю. Или же, что у нас есть еще, видео YouTube, то есть это уже конкретные видео, например, на целом канале, например, на SEO Quick, да, я хочу показываться, а вот на конкретном видео канала SEO Quick я показывать свою рекламу не хочу, поэтому я добавляю конкретное видео. Веб-сайты, также конкретные веб-сайты, которые вам не нравятся, вам чем-то не угодили, вы не хотите на них показываться, можно перечислить. Приложения, если вы там используете показ в приложениях, особенно в KMS, и вы не хотите на каких-то приложениях показываться. Ну, кстати, и категории приложений, тут приложения именно App Store и Google Play. И вот, кстати, если вы настраиваете компанию KMS, и хотите показывать ее исключительно на десктопах, не показывать на мобильных устройствах, или же хотите показывать на мобильных устройствах, но без приложений, то вот обязательно разворачивайте это меню и прям проставляйте галочки, например, на всем. Потому что мобильные приложения, как правило, они съедают очень много бюджета, и из него очень мало выхлопа. Ну, если вам, конечно, не нужно конкретное всего лишь приложение, здесь есть возможность выбрать конкретное, отминусовать приложение, либо же выбрать все. И вот здесь у вас будет потом перечисляться, сколько компаний используется в каждом списке, и сколько вообще места размещения вы указали. То есть у нас тут 10363 места размещения канала и так далее. Так что обязательно используйте, не забывайте это, кстати, использовать, потому что если у вас есть какая-то уже база, например, минус площадок, скажем так, где вы точно не хотите показывать свою рекламу, вы ее насобирали нелегким путем, то лучше сразу же добавить ее сюда, добавить в нужные вам компании, чтобы потом вам не приходилось долго и нудно фильтровать, удалять, смотреть, где вы показывались, вылавливать площадки. Ну и, конечно, если вы когда уже анализируете, где были произведены показы ваших компаний, вы видите площадку, которая вам не нужна, то сразу добавляйте ее также в уже существующий, например, список. Обязательно не забывайте об этом, потому что показы на нерелевантных для вас площадок, это потеря ваших же денег. Так, и переходим к третьему блоку вверху, это массовые действия. В основном массовые действия, правила, скрипты, это используется для программистов или же вы сами прописываете правила, мы практически не пользуемся этим, поэтому особо останавливаться я здесь не буду. Все массовые действия вы можете просто посмотреть, массовые действия, которые вы делали за последний период, например, отсортировать по дате и времени. Здесь будет писаться, что конкретно вы делали, например, 1 апреля я удалила 18 объявлений, здесь это пишется, или там, например, 11 ноября 2019 года мы там приостановили ключевые слова, и тут вот можно посмотреть, какие конкретно ключевые слова были приостановлены. Ну и, соответственно, если вы используете какие-то правила или скрипты, можете их также тут поиспользовать. Так, переходим с вами к следующему полю. Следующее поле это отслеживание, очень важное поле. Первое из них это конверсии. В этом пункте вы, кстати, не забывайте реально всегда настраивайте действия отслеживания конверсии для вашего сайта, потому что вам так будет гораздо проще понимать, какой ключ, какое объявление дало вам нужную конверсию, сколько было у вас конверсий. Если этих данных нет, то статистика становится неполной, и вносить какие-то изменения, делать какие-то догадки, ну, достаточно сложно и проблематично. Здесь будут перечислены все конверсии, которые вы уже создавали. Можете также создать новые конверсии. Вы можете создать, например, импортнуть, импортнуть из Google Аналитики, то есть изначально вы заходите в Аналитику, создаете нужные вам цели, и можете их импортировать. То есть вот здесь есть Google Аналитика, либо же вы можете с приложением или же сайта, со сторонней аналитики взять, ну, то есть достаточно откуда можно взять. Также, допустим, если я выберу Google Аналитику, к примеру, нажимаю продолжить, то мне покажутся сейчас все цели, которые я, допустим, создавала в Google Аналитике, и оно предложит мне импортировать, если у меня их... Ну, конечно, ваши аккаунты должны быть связаны. Вот. Так, что еще у нас тут есть? Можно создать конверсию по номеру телефона, телефонные звонки, и, кстати, это очень важно. Вы можете создать звонки по объявлениям с номерами телефона, то есть здесь называете ее, указываете ценность, и там регистрируете каждую конверсию, и все, то есть, в принципе, очень легко. Или же вы можете там создать по звонкам, именно по номеру телефона на сайте, то есть если у вас указан номер телефона на сайте, то можно также отследить звонки, и вам придет тег, который вам нужно будет, точнее, код, который вам придется установить на сайт. Или же клики по номеру телефона на мобильном сайте. Также можно отслеживать действия приложений в приложении, конверсии в приложении, то есть это установки приложения, покупка через приложение или же действие непосредственно в самом приложении если вы занимаетесь рекламой своего мобильного приложения ну и отслеживать там онлайн-продажи клики по ссылке регистрации и просмотры страниц можно с помощью конверсии которую вы создаете с веб-сайт вам придется настроить тег и исследовать инструкции конверсии обязательно регистрируйте обязательно их делайте потому что это очень важно не забывайте про этот пункт здесь можно посмотреть настройки и если у вас уже есть какие-либо конверсии вы уже создали их они у вас здесь отображаются то вы здесь можете посмотреть сколько было всего конверсий по каждой из них там например на нажатию кнопку чата было там 60 конверсий и можете посмотреть ее ценность ценность всех конверсий это общая ценность всех действий конверсий по нажатию на кнопку чата там стоило 351 гривну 41 копейку так что если вам нужно быстро посмотреть по конверсиям какую-то статистику и вы их настроили то можете заходить сюда и пользоваться так и здесь у нас есть google аналитика как раз она просто перекинет вас если вы нажмете просто перекинет вас на вашу же аналитику ну вообще в целом на google аналитику и вы уже можете просто работать с ней посмотреть что там да и как вы настроите и так далее так и следующее очень важное поле это атрибуции что она дает например у вас по компаниям вы видите что там 15 конверсий да если же вы зайдете в отчет по ключевым словам конверсий может быть больше почему это происходит да потому что человек может как его конверсии может привести не только последнее ключевое слово которое он задал то есть например он задал там купить iphone 10 да он перешел по этому ключевому слову по вашему объявлению на ваш сайт и совершил заказ то есть эта конверсия она одна она посчиталась в компании но до этого он задавал там купить iphone 10 макс например да и тоже переходила на ваш сайт а после этого он уже задал запрос купить iphone 10 да и перешел и совершил заказ то есть по факту конверсия одна но привело к нему и еще и другое дополнительное слово и это важно учитывать и как раз таки этот отчет по атрибуции он может вам это показать показать эту разницу и также вы здесь можете пока посмотреть сколько дней в среднем проходит до вашего заказа то есть например я здесь взяла за все время да у меня тут было там 18 тысяч 445 конверсий и заказ у меня происходит меньше чем за один день то есть это говорит о том что человек кликнул по моему объявлению перешел на сайт и сразу же сделал заказ здесь можно посмотреть также сравнить модели так сравнить модели посмотреть общие расходы сколько по последнему клику было конверсий разница с линейными то есть по последнему клику у вас было например за все время 4591 конверсия а линейных конверсий на самом деле было 4589 и по последнему клику мы можем посмотреть стоимость и изменения в процентах также мы можем перейти в непосредственно саму компанию на уровне группы объявлений посмотреть какая группа дала больше конверсий и даже перейти посмотреть какое же ключевое слово дало и в каком типе соответствия дало нам конверсию ну и посмотреть как бы основные последовательности то есть какие какая компания это дала ну и в общем посмотреть обзор откуда больше всего была конверсия по последнему клику и в целом посмотреть вспомогательные компании то есть по вспомогательным ключам каким переходил человек и посмотреть по телефонам планшетам и компьютерам здесь все очень подробно изъясняется так что обязательно заходите в этот отчет так ну и мы переходим с вами дальше к следующему полю здесь это настройки самые базовые в принципе переходим в коммерческие данные здесь мы загружаем фиды данных то есть если мы создали какой-то фид или же программист нам создал какой-то фид да и мы хотим настроить компанию по фиду то нам именно сюда нажимать на плюсики загружать фиды либо же посмотреть историю загрузок например что мы загружали последний раз какие изменения вносили после этого у нас еще есть менеджер правил и вот это поле кстати очень интересное и очень полезное в этом поле вы сразу можете увидеть все ошибки все отклоненные объявления здесь сразу пишется сколько объявлений отклонили по каким причинам и вы сразу же можете просмотреть эти объявления и внести и в них извинения то есть например мы видим что отклонили 9 объявлений по юридическим требованиям россии ограничены одобрено с ограничением 247 я могу нажать посмотреть объявление и она перекинет меня уже на главную страницу адвардса и где мы посмотрим наше отклоненное объявление что это за конкретное объявление и даже можем их изменить если же мы подавали апелляцию то в истории апелляции будет наше решение скажем так ну мы не подавали у нас тут ничего нет то есть если нажимаю просмотреть объявлением она перекинет нас на главную и соответственно это просто автоматически как фильтр и вот она показывает сразу все объявления то есть мы видим что у нас здесь это видео объявления которые приостановили по какой-либо причине можем их конечно же исправить так что если у вас там например много компаний групп объявлений обязательно заходите туда там вам сразу покажет массово все компании у которых есть какие-либо точнее все объявления у которых есть какие-либо проблемы отклонения или же одобрено с ограничениями очень удобный инструмент советую движемся с вами дальше это настройки доступа и безопасности здесь вы просто можете расшаривать кому-либо доступ например и добавлять новых пользователей к примеру посмотреть менеджеров являетесь вы например администратором закрыть доступ кому-то или же просто посмотреть настройки безопасности метод аутентификации и исправить его например что-то изменить переходим с вами дальше это связанные аккаунты если вам нужно что-либо с чем-либо связать допустим это аналитика или же к примеру это youtube канал вы хотите сделать рекламу на видеоролики вашего канала да то вам не конечно же нужно связать ваш youtube канал с google ads и делать это как раз в этом поле вы выбираете нужный вам ресурс будь то аналитика или google play или же даже тот же youtube до переходите нажимаете подробнее и дальше следуя рекомендациям инструкциям вы связываете если у вас уже это связано например как у нас два youtube канала связаны с адвардсом мы просто видим их в списке и например если какой-либо из этих каналов нам уже не нужен мы можем просто отменить связь ну и едем дальше это базовые настройки здесь вы просто задаете интер язык интерфейса формат чисел название вашего аккаунта выбираете свой часовой пояс ваш статус аккаунта можете писать кстати и часовой пояс имейте ввиду что вы можете менять его на более восточный и не более одного раза поэтому нужно связываться будет еще с техподдержкой если вы захотите поменять так что имейте это ввиду прежде чем тыкнуть на какой-то часовой пояс пересмотрите внимательно делайте это аккуратно и внимательно ну и здесь указывается контактная информация например если вы хотите его указать ну и собственно сами правила и условия такое обычное банальное поле как есть во всех программах и приложения так ну и что у нас еще осталось google merchant центр и нажимая сюда вы просто попадете в google merchant собственно он у вас тоже должен быть связано это нужно для торговых компаний если вы собираетесь настраивать торговую компанию а если вы собираетесь подгружать товары и фиды то как раз вам нужно именно сюда и последнее поле это оплата сводка платежных данных то где собственно производится оплата пополнения вашего аккаунта если вы этого не знали то если у вас закончились денежки на аккаунте мы переходим сюда и выбираем оплатить вводим нужную нам сумму выбираем нужную нам карту жмем собственно оплатить и здесь мы можем увидеть сколько у нас денег осталось на балансе также можно просмотреть и просмотреть наши последние транзакции то есть мы видим у нас осталось там еще 1000 гривен да с копейками можем внести платеж можем посмотреть последние наши транзакции которые у нас были также можем посмотреть и изменить способы нашей оплаты грузится он конечно долго смотрим наши карты и можем здесь добавить нашу новую карту допустим добавить способ оплаты и удалить какую-то карту например с которой мы уже не платим нам не нужно чтобы она использовалась здесь либо же добавляем новую банковскую карту можем сменить плательщика или же перейти просто в настройки и сдать здесь также настройки оплаты то есть платежный аккаунт ваш ну как бы все манипуляции с деньгами находятся именно в этом пункте платежные документы и платежные настройки как бы это тоже самое то есть если вы хотите посмотреть за что и куда последний раз вы тратили свои денежки переводили выбираете просто транзакции период какой вам нужен например смотрите был у вас там проведен платеж или нет на какую сумму и вы всегда будете в курсе того где что и как происходило с вашими деньгами ну и на этом как бы верхняя шапка инструментов и настроек у нас закончилась и мы переходим к следующему блоку так еще и вверху у нас есть важного это отчеты то есть мы можем сделать сводку или же полноценный отчет для того чтобы проанализировать какие же у нас там данные показатели конверсии и так далее очень удобно он можно сделать огромный большой такой развернутый хороший отчет чтобы посмотреть что же там происходило с нашими компаниями можем сделать отчет как для компаний кмс так и для поисковых компаний или же для видеокомпаний выбирая просто нужные нам столбцы то есть например для поисковых то есть во первых мы тут выбираем себе что это будет формула с таблицей это будет или же там например круговая диаграмма да как нам удобнее посмотреть это выбираем по фильтру наши компании какие нам нужны например здесь у нас будет что круговая диаграмма например компания да и ее клики ну кстати отчеты очень медленно грузится сразу предупреждаю вас что это может затянуться надолго так клики и компания тут с левой стороны целый такой полный набор ну то есть в этом показалось что по всем интернет компаниям там было 653 клика у нас да не хочет она переносить мне сюда компанию и вот здесь с левой стороны у вас есть полный уровень детализации то есть вы выбираете все что вы хотите увидеть с правой и переносите с правой стороны будет формироваться отчет так можете его сохранить либо же скачать либо же задать расписание когда он будет у вас формироваться либо же взять таблицу в таблице кстати удобнее всего например если вам нужно увидеть сразу кучу много всяких данных с помощью фильтра вы выбираете нужные вам компании либо же там дни неделя то есть это фильтровываете как вам нужно допустим я хочу по компаниям да и я смотрю какие компании я хочу включить в отчет какие мне доступны применяю эти компании и дальше с левой стороны перетаскиваю нужные мне компании например выбираю эту компанию применяю и вот здесь перетаскиваю нужные столбцы там чтобы как она называлась сколько было там показов и так далее ну то есть и будет формироваться полностью полноценный отчет так что это очень и очень удобно можно теперь без заморочек делать полноценный отчет так ну а мы с вами возвращаемся на вот эту полную главную страницу ads как что изменилось в общем появилась более компактная скажем так формирование всяких нужных нам штучек групп то есть и теперь мы можем выбрать конкретные компании которые нам нужны например я хочу компании только в поисковой сети да я нажимаю сюда и мне будут показываться конкретно только компании в поисковой сети если я нажму на три точки то здесь я могу уже выбрать какие конкретно компании мне нужны все я хочу просмотреть или же только например я хочу посмотреть все включенные компании и таким образом она мне будет отсортировать что очень удобно я могу сделать просто обзор компании до всех поисковых компаний где мне на главном экране выведется по количество показов кликов конверсии например средняя цена за клик в качестве такой диаграммы здесь можно выбирать например стоимость к примеру я хочу посмотреть спокойно себе поменяла и посмотрела стоимость то есть 92 тысячи гривен я потратила за все время вот здесь с правой стороны не забывайте выбирать нужный вам период здесь можно выбрать как например последние 30 дней там 7 дней 14 либо же ваш который вам нужен наибольшие изменения она вам здесь показывает какие произошли каких компаниях какая стоимость клик сетиар ключевые слова поисковые запросы покажет объявление с наибольшим числом показов также она покажет устройство по которым чаще всего переходили люди демографию пол и возраст можете посмотреть отдельно возраст 25-34 мы видим на время можете кликать и переходить то есть это общий такой обзор я могу выбрать конкретную компанию к примеру да кликнуть на нее посмотреть конкретно ее в таком же обзоре и что у нас появилось тут есть рекомендации очень важная польза советую обращать на него внимание в рекомендациях она проанализировал вашу работу вашей компании предложит вам какие-либо изменения будь то там изменение бюджета или настройка конверсии ну то есть все что она посчитает чему вам не хватает вашей компании и стоит к этому прислушиваться так как в этих же в этой же поле рекомендации будет писаться показатель оптимизации если вы все классно выполнили система считает все супер то показатель оптимизации будет равен ста процентам или же почти ста процентов в нашем случае этой компании показатель оптимизации 93 и 9 процентов что тоже неплохо и вот здесь мы можем увидеть какие рекомендации она нам предлагает во первых она предлагает нам удалить повторяющиеся ключевые слова чтобы упростить управление аккаунтом также предлагает использовать другой метод таргетинга и отслеживать эффективность аккаунта и вносить изменения где и когда угодно эту рекомендацию мы видим потому что мы давно не заходили в мобильное предложение google рекламы если вы захотите согласно с рекомендациями хотите ее применить вам стоит просто нажать применить все и вы тут же увидите как показатель оптимизации сразу же меняется в лучшую сторону так что обязательно заходите в это поле очень действительно полезное и интересное так и переходим с вами дальше группы объявлений что у нас тут ну собственно сами группы объявления которые будут показываться и даваться краткая статистика отчетности по ним также форме диаграммы также мы можем тут выбрать те поля которые мы хотим там клики или конверсии кликом и также не забываем с правой стороны выбирать нужный нам временной отрезок и посмотрим также видим какая группа сколько принесла нам кликом сколько конверсии сколько было показыванию и стоимость то есть вот такая вот характеристика конкретно по группам и тут же мы можем кстати группу приостановить включить или же переименовать но самое интересное поле это статистика аукционов и нажимая ее мы можем посмотреть как мы взаимодействовали с нашими конкурентами сколько раз мы показывались например за последние 30 дней первое что я вижу это процент полученных показов то есть сколько раз из 100 я показывалась например я показывалась 70 процентов из 100 а яндекс показывался менее 10 процентов следующий пункт это степень пересечения то есть то как вы пересекаетесь с вашим конкурентом по одним и тем же ключам то есть если я например рекламирую серебряные ложки да мой конкурент рекламирует железные ложки если мы оба используем ключ купить столовые ложки то наша степень пересечения будет равна 100 процентов но если я использую слово купить столовые ложки серебряные а мой конкурент соответственно купить столовые ложки железные то наша степень пересечения будет равна 50 процентов то есть данном случае я вижу что мы пересекаемся меньше чем 3 процента с яндексом так доля позиции выше это означает насколько конкурент был выше чем мы то есть допустим а если вы где-то на 50 процентов ниже то он скорее всего был где-то внизу если на 50 процентов выше то он был выше то есть где-то был на первой позиции например вы на 2 если же где-то 50 процентов то вы были с ним в принципе плюс-минус где-то наравне следующий пункт это доля показан над результатами поиска говорит нам она о том насколько сильно ваш конкурент сайт удерживает свою позицию в топ-3 насколько сильно он держит свою высокую ставку то есть мы можем видеть что мы в принципе идем с яндексом одинаково и последнее это процент выигрышей то есть как часто вы находитесь именно в этом заветном топ-3 на первых позициях чем больше эта цифра тем лучше чем вы удерживаете эту первую позицию чем она ниже чем она ниже чем 50 процентов значит вы скорее всего плететесь где-то внизу и ваш конкурент сильнее и вам нужно смотреть его объявление смотреть его ставку в чем он лидирует выигрывает и так далее так что вот этот вот статистика аукционов обязательно ее используйте обязательно смотрите она дает очень хорошие результаты цифры вы можете сложить приблизительную картину того что происходит вообще какое место вы занимаете с кем вы конкурируете ведь может здесь быть не только один сайт вот да например как у нас по этой компании да здесь может быть 10 таких ваших конкурентов его вы можете выделить для себя главного конкурента на котором нужно сосредоточиться возможно посмотреть какие объявления используют к примеру он так следующее поле это объявление здесь все как бы просто вроде бы по моему даже ничего не изменилось прошлого раза здесь вы можете сразу создать объявления здесь доступны вам как текстовые объявлений так и адаптивные объявления в поисковой сети кстати если вы не знаете как создавать адаптивное объявление в поисковой сети для вас это ново то обязательно смотрите предыдущий ролик николая здесь где-то будет подсказочка ссылочка на то что такое адаптивное объявление в поисковой сети зачем они нужны и как их создавать ну и соответственно можно еще создавать объявление с номером телефона то есть вы показываете в основном на мобильных приложениях сразу объявление с номером телефона такое небольшое кратенькое и человек видя его может сразу нажать на объявление и тем самым сразу позвонить вам так что если вы у вас есть номер телефона если вы принимаете звонки по нему если вы показываетесь на мобильных устройствах то обязательно это используйте я вообще советую всегда использовать все варианты объявлений потому что они все нужны все полезны что-то из них обязательно выстрелит ну и расширение соответственно ну и конечно там в объявлениях будет показано как часто кликалось то или иное объявление сколько было показов кликов сети средняя цена за клик ну и конечно вы можете тут тоже выбирать фильтр например убирать какие-то ненужные все кроме удаленных и посмотреть что вообще происходит с объявлением ну и соответственно это вы создаете объявление либо смотрите по нему статистику здесь все прекрасно расписано и идете в расширение в расширение вы также можете посмотреть статистику если у вас есть какие-то расширения либо же собственно создавать ваше расширение из расширений что здесь новенького так вроде бы дополнительные ссылки уточнение структурированное описание номера телефона остались как и были адреса партнерские адреса цены ссылки на приложение на приложение и промо акции новенькая эта форма для потенциальных клиентов находится он в бета-версии и я советую вам использовать выглядит это так как вы заполняете полностью поле например человек видите что он будет заказывать он нажимает заказать к примеру эту форму именно в расширении да и вы можете создать полный призыв к действию прописать текст расширения заголовок название компании описание фоновое изображение и она прям будет показывать там вам спасибо за заказ сейчас я вам покажу на примере так то есть вы заполняете все например призывы к действию допустим выбираете из всех существующих например я хочу узнать цену и вот мы тут с правой стороны видим что вот наше объявление и вот видим внизу у нас здесь будет такое расширение узнать стоимость вы пишете текст текст расширения например стоимость продвижения создаете форму для потенциального клиента открывается если он кликнет на это расширение откроется вот такая вот форма где вы прописываете название своей компании заголовок там рассчитать стоимость описание да и выбираете какую информацию вы хотите запросить от собственно вашего потенциального клиента например номер телефона и электронную почту то есть ему придется ввести электронную почту и номер телефона дальше выведите url политики конфиденциальности выбирайте фоновое изображение которые вот вы можете видеть с правой стороны как оно будет выглядеть и собственно после того как человек заполнит в этом уточнении форму электронную почту номер телефона согласиться у него должно появиться вот такое вот окошко где вы прописывать спасибо за заказ на или просто спасибо то есть видите пока я тут пишу меняю все меняется как бы дальше пишите там описание например наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут и дальше призыв к действию будь то перейти на сайт или же скачать например какую-то информацию прайс-лист например или же не никакого призыва к действию нет ну лучше конечно его оставлять перейти на сайт и собственно оставляете призыв к действию перейти на сайт это расширение относительно новое и я рекомендую вам его использовать тестировать в расширениях как вы видели вы можете посмотреть сколько было переходов кликов какая была стоимость так что обязательно используйте это расширение точно так же как и все остальные расширения используйте по максимуму есть у вас цены на сайте используйте расширение цены есть у вас какая-то промоакция используйте это расширение обязательно используйте адреса номера телефоном ведь это все повышает релевантность вашего объявления и повышает шансы на клик потенциального клиента так что обязательно пользуйтесь и не обрезгуйте следующее поле это автоматические расширения автоматические расширения будет создавать сама система гугла если она посчитает что действие может быть полезным например она считает что у вас на сайте есть номер телефона это может быть полезным действием которое совершит потенциальный клиент и она его добавит но если вы уже добавили номер телефона сами вручную в расширениях в поле выше то номер телефона автоматически она создавать естественно не будет поэтому если у вас этого нет то она создаст если есть то создавать не будет целевые страницы просто показывают ваши целевые страницы на которые вы ведете рекламу и по ней также будет краткая информация сколько было кликов показов CTR и можете посмотреть расширенные url целевых страниц что это значит если вы например какой-то параметр создаете да то есть в зависимости от смены параметра меняется сама страница вашего мультилендинга то вы можете посмотреть и собственно для каждого вот этой такой вот странички для расширенной посмотреть также статистику поле ключевые слова осталось в принципе неизменным здесь вы можете посмотреть все свои ключевые слова которые у вас есть в группе или же полностью в компании посмотреть также диаграмму показывать CTR стоимость здесь посмотреть статус допущено оно или нет объявление показывается или нет если нет то почему прокрутить сюда в конверсии и так далее добавить столбцы например нужные какие-то вам или скачать полностью или же добавить какой-нибудь сегмент то есть тут всякие функции куча и они в принципе не остались неизменны изменить столбцы выбрать варианты минус слова это как раз минус слова которые используются на вашу группу вы можете добавить новые минус слова посмотреть какие уже у вас используются например скачать эти минус слова тут вроде ничего не менялась поисковые запросы пользователей вот обязательно используйте это поле для того чтобы следить в ответ на какие поисковые запросы была показана ваша реклама здесь вы можете отсортировать по исключенным или же добавленным по CTR если вы видите что например этот ключ он вам подходит он ваш по нему были показы и клики он допустим был не сильно дорогим если он вам принес еще и конверсию и вы видите что допустим он не не добавлен не находится ни в добавленных не исключено то вы нажимаете естественно добавить это как ключевое слово если же вы видите наоборот мусорный запрос вы видите что это вообще никак не ваш запрос а по нему были переходы клики и возможно даже много то выбираете также это ключевое слово и добавляете как минус слово ну и также здесь можно посмотреть статистику аукционов вот это поле очень интересно следующий пункт это аудитории здесь мы можем как добавить аудитории нужные нам нажав на карандашики посмотрев какие нам предлагается и что нам подходит что нет либо же наоборот отключите уже существующие аудитории выключить приостановить например переименовать или же добавить корректировку ставок для какой-то аудитории также посмотреть конечно же показы клики стоимость и расходы исключение это соответственно исключенные аудитории из нашей группы как мы можем посмотреть какие мы исключили или же добавить исключенные аудитории то есть аудитория на которой нам показывается вообще не нужно и следующий пункт это демография по демографии здесь у нас все подробненько возраст пол семейный доход исключение то есть мы точно также можем на компанию на группу добавить конкретный возраст да или же конкретный пол семейный доход или же наоборот исключить или же в целом просто посмотреть например мы видим что 25-34 это за последние 30 дней это возраст нашей аудитории которые чаще всего были показаны показы чаще всего кликались объявления собственно и можем посмотреть что средняя цена у нас выходила там где-то 20 копеек и потратили мы там на это 4 гривен 29 копеек то есть мы можем точно также вот здесь взять исключить из группы объявления например или же наоборот включить можем выбрать и так выбрать 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 изменить корректировку ставки изменить максимальную цену за клик для этого возраста и или же создать автоматическое правило то же самое у нас происходит с полом мы точно также можем посмотреть по полу кто чаще наша аудитория то есть у нас это за последние 30 дней однозначно мужчины женщины составили меньше всего кликов и неизвестно было 18 кликов семейный доход также можно посмотреть там комбинации разные сделать то есть здесь вам дается полная картина того кто же ваша аудитория кто вас кликает мужчины или женщины с детьми или без каким доходом и каком возрасте и вы можете здесь непосредственно сразу включать вы нажав возле зеленого кружочка или же исключать из группы если вам не нужно или же добавлять корректировку ставок например я хочу нам например увеличить или же уменьшить на сколько там процентов свою корректировку ставок ну и собственно настройки настройки это настройка моей компании полностью здесь статус есть включена она или отключена я могу его изменить включить либо отключить компанию выбрать цель на ней сейчас мы остановимся подробнее выбрать сети поисковые партнеры показывать мне на них или нет показывать мне в поиске или в контекстной медийной сети естественно местоположение язык на котором говорят мои потенциальные клиенты бюджет который я хочу выставить ставки о которых мы говорили с вами ранее здесь точно также можно выбрать дату начала и окончания своей компании использовать настройку конверсии или же не использовать как я хочу видеть ротацию объявлений чтобы наиболее часто показывались мое эффективное объявление или же не оптимизировать рекламу чередовать без ограничений по времени или же еще там например равномерно чередовать свои объявления параметры url это мы создаем с помощью UTM метки для того чтобы мы в аналитике видели по какой конкретной компании по какому ключу был переход была конверсия для того чтобы создать UTM метки воспользуйтесь обязательно нашей утилитой генератор UTM меток ссылка будет в описании как ей работать как с помощью нее создавать UTM метки у нас также был ролик на канале если вы не знаете обязательно посмотрите и здесь вы также можете выбирать исключить какие-то IP адреса ненужные вам и настроить динамические поисковые объявления когда вы например интернет-магазин с кучей страниц вы не хотите заморачиваться насчет ключевых слов система сделать все за вас можете просто выбрать это и объявления будут генерироваться автоматически вам не нужно думать ни над какими ключами но теперь остановимся более подробно на целях компании и так вы можете выбрать продажи однозначно подходит интернет-магазинам если у вас настроена ценность конверсии потенциальные клиенты подходят любому типу бизнеса любому типу сайта если вы не знаете что выбрать выбирайте это и трафик сайта если вы например раскручиваете по брендовым запросам и хотите показывать рекламу конкретно на брендовые запросы вам нужны клики любой ценой то тогда эта цель именно для вас следующий пункт это местоположение целевые то есть вы задали местоположение вы можете посмотреть сколько было показов кликов точно также CTR сразу же можете сделать здесь корректировку ставок например увеличить на 10 процентов потому что например я вижу чтобы в москве были хорошие результаты это дало мне конверсии значит я увеличу на 10 процентов либо же наоборот уменьшить количество корректировку ставок на какое-то количество да посмотреть также исключенные местоположения то есть что вы исключили или же наоборот добавить исключенное местоположение через плюсик или через карандашик и самое новое что здесь появилось и самое интересное это отчет эффективности на основе географических данных мы заходим сюда мы видим что мы таргетируемся здесь на россию да ну как обычно видим показы клики CTR нажимаем перейти более подробно да мы можем выбрать регион город аэропорт или округ допустим я хочу посмотреть города и я смотрю мне сейчас открывается страничка со всеми городами и я могу отсортировать например дам по показам да где было больше всего показов так больше всего и я вижу что больше всего показа у меня было в москве в питере в новосибирске и я считаю что я хочу дать им больше корректировку ставок и сразу же выбираю нужные мне города нажимаю изменить и задайте цели и значение корректировки ставок и вот здесь мне открывается поле я могу как увеличить так и уменьшить это очень классный новый отчет новая функция потому что вы можете увидеть какие конкретно города или же в городе вы там на питер таргетируйтесь да вы можете зайти внутрь и увидеть на какие конкретно регионы там на невский или на пушкинский район города вы получили больше всего конверсии или показывали кликов и соответственно исходя из этого например увеличить ставку или же наоборот уменьшить потому что вы видите что ну этот как бы регион не очень ну и соответственно отчетами местоположениях пользователей он показывает где наши потенциальные клиенты где наши пользователи физически именно находились точно так же можно выбрать город регион аэропорт округ в зависимости от того что нужно вам и посмотреть что физическое местоположение было например именно москва к примеру да я могу даже посмотреть там округ москвы чаще всего физически находились они в центральном а точнее показывалось чаще потенциальным клиентам моим которые находились физически центральном административном округе москвы ну и я уже делаю вывод хочу я там увеличивать им ставку или наоборот не хочу отчет о магазинах подойдет если у вас несколько точек вы можете посмотреть точно также по адресу магазинов сколько было посещений кликов звонков маршрутов посещений сайта если у вас конечно они есть расписание объявлений здесь вроде бы ничего не менялась вы можете добавить изменить расписание показа объявления выбрать то есть какие конкретно дни все дни или там конкретно например понедельник время выбраться скольки до скольки будет показываться ваше объявление там например с часу ночи к примеру там до двух часов ночи да и можете сохранить либо отменить посмотреть конкретно день и час в какое конкретно изменить точно также можете посмотреть например за последние 30 дней больше всего показа мне приходилось например на вторник 17 до 18 часов да очень удобная такая статистика я вам скажу или там воскресенье был всего лишь один показ один клик с 11 до 12 конкретно можно даже более детализировать конкретно именно дни без времени и конкретно именно часы без времени то есть я вижу что больше всего показа у меня приходилось на пятницу и это времена в пятницу мне даже дало больше всего конверсии 4 конверсии и вот здесь я могу посмотреть также конкретно на час в какое конкретно время также смотрим и час это с 13 до 14 за последние 30 дней у меня было больше всего конверсий так что это кстати очень мега удобно хорошо что google это сделал вы можете теперь посмотреть как и день так и часто и вместе два эти параметра и соответственно решить в какое из времени крутить вам вашу рекламу если вы не знаете например когда же вам лучше всего ее показывать в какой период времени в какие дни то как раз прокрутив определенное количество времени вы можете увидеть потом по статистике какое время для вас наиболее оптимально наиболее трафиковое и приносит больше всего конверсии ну и какой день недели соответственно тоже следующий очень простой отчет это устройство здесь также все просто вроде даже ничего не менялась последнего раза то есть по устройствам а вы смотрите сразу а сколько мне было показов и кликов на компьютере сколько на телефоне на планшете тоже например за последние 30 дней ну то есть сами выбираете дату смотрите и точно так же принимаете решение например хотите вы увеличить например на компьютерах показы корректировку ставок на 10 процентов или наоборот уменьшить на планшетах на 50 процентов то есть также удобный отчет расширенные корректировки ставок смотрим что у нас поменялось здесь вызовы если на мобильных устройствах у вас были вызовы показы то здесь это покажется по номеру телефона покажется сколько раз было показано и сколько раз звонили или нет стоит например по номеру телефона если у вас есть такое объявление ну и истории изменения здесь все очень просто и понятно если вы не помните или вам нужно просто понять что вы делали за месяц компании вы заходите сюда и здесь просто как история просто показывается в какой день что конкретно вы изменяли сколько было внесено изменений можно просто это полностью просмотреть вплоть до того какое ключевое слово из какой компании с какой группу вы удаляли но правда конечно придется подождать пока это загрузится это происходит не очень быстро ну как вы видите некоторые функции добавились которых не было и они очень даже полезны поэтому обязательно пробуйте их ну здесь показывается вот все изменения изменения бюджета изменения ставок ключевых слог за 30 дней мы видим что мы не вносили никаких изменений там не знаю в прошлом месяце можно посмотреть а делали ему что-то или нет как обычно не забывайте кстати реально с правой стороны выбирать себе необходимый период времени потому что часто забывают это делать или выбирают не тот он стоит на автомате и удивляются почему такие результаты на самом деле забыли просто поменять как бы диапазон даты и проекты и эксперименты здесь если вы хотите протестировать два вида компании например одно и то же объявление до в компании то вы можете использовать как раз вот этот пунктик проекты и эксперименты что чтобы протестировать на ограниченном бюджете в ограниченное время чтобы понять а что же стоит все-таки запускать на этом на сегодня все если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк делитесь с друзьями подписывайтесь на наш канал задавайте свои вопросы в комментарии возможно вам что-то осталось непонятным или возможно вы хотели что-то более детально узнать о той или иной функции обязательно спрашивайте также посмотрите предыдущий ролик николая о том как настраивать компании в google ads там подробно расписано о том как настраивать поисковую кампанию как настраивать кмс кампанию также посмотрите ролик про адаптивные объявления в поисковой сети подписывайтесь на наши аудио подкасты вступайте в нашу телеграм-группу и я желаю вам удачных продаж и до новых встреч а